Здравствуйте! Мы продолжаем серию разборов прекрасных, ярких, влиятельных женщин, которые жили в наше время. Некоторые продолжают жить в наше время. В общем, серия моих выпусков о успешных, ярких, красивых и влиятельных женщинах. И сегодня мы поговорим про Меган Маркл. Меган Маркл – это жена принца Гарри, по сути, с какой-то стороны, может быть, даже будущая королева Великобритании, как бы это громко не звучало. Но у нас по ней есть какие-то вопросы. Ну, она вообще человек-феномен, потому что с точки зрения королевской семьи, за 30 она вышла замуж за принца, за 30. Это был ее второй брак. Она актриса, у которой в арсенале есть не самые приличные там сцены. Наверняка с точки зрения почившей Елизаветы Второй. И плюс еще по всему она афроамериканка. Вот как ты считаешь, в чем феномен это? На самом деле, вот это вот уникальная история, когда действительно сейчас все больше и больше в мире проявляются женщины, которые могут активно, открыто демонстрировать свою харизму. Что такое, в принципе, харизма? Харизма – это та самая история, когда я могу быть такой, какая я есть. Да, у меня был прошлый брак, да, у меня там были нерожденные дети, да. Я не являюсь там исконно голубых кровей, и у меня там есть какие-то примеси других кровей. Да, я могу себе позволить выходить на улицу в джинсах, и огромное количество историй, да, где Меган Маркл вела себя, ну, неподобающей королевской семье. Протоколу. Да, неподобающей протоколу. Но как раз так, если мы посмотрим на тот мир, который на сегодняшний день становится более ярким, на самом деле успешные, богатые, известные люди все больше и больше становятся настоящими. Что такое настоящими? Это позволить себе быть таким, каким мы есть, и любить себя за это. Да, когда мы живем по протоколу, особенно это ярко принято в королевских семьях, мы как будто играем чужую роль. А сейчас со всех таблоидов говорят, полюбите себя такими, какие вы есть, будьте яркими. И как раз таки она очень ярко нам это демонстрирует. Да, где-то это похоже на такую некую сепарацию с родителями, если с точки зрения психологии смотреть, да, мы до какого-то времени остаемся так вот прям активно в связи с родителями. Тогда мы ведем себя так, как от нас ожидают родители. Но там нет нас, по сути, такого яркого роста. Самый большой, крутой, квантовый скачок происходит с точки зрения психологии тогда, когда мы выходим и сепарируемся от родителей. И по сути, что ее муж, что она, очень ярко проявляют такую активную сепарацию, да, она где-то перегружена, то есть она получается такой бунт, у нас такой подростковый бунт они показывают. Но, по сути, если мы посмотрим, действительно, их сейчас больше в прессе, о них сейчас больше говорят. То есть это такая, знаете, семья, которая вроде как пошла поперек, но что у Меган есть? У нее есть муж, наследник престола. Ну, смотри, он же не совсем наследник. Ну? Все-таки там в очереди на престол за своими племянниками, которым мы сейчас там по пять лет. Ну, знаешь, я так скажу, с такой яркой, харизматичной, проявляющейся женой все может быть. И я думаю, что там через несколько лет, может быть, мы будем пересматривать это мое интервью с тобой, и мы увидим, что там что-то есть. Почему? Потому что если мы посмотрим на историю, на родовые наши кармические истории, то все яркие личности, ну, возьми там Клеопатру, Хюрем Султан, все равно они вот эти вот яркие личности, они более проявлены. Да, быть, ну, я, честно, не хочу кого-то обидеть, но вот этой вот просто серой мышью, которая, ну, которая как-то не вызывает эмоций, быть такой, как все, это уже немного отходит, вот если мы возьмем там Российскую Федерацию, это такие времена, помните, когда мы были пионерами, октябрятами, нам надо было быть такими, как все. Это уже не приветствуется. И если раньше ценность человека была в похожести, и мы любили всех, кто похож, и не дай бог мы начинали выделяться, нас там наказывали, то сейчас действительно наступило время ярких личностей, которые позволяют себе быть собой. И слава богу, даже на уровне таких мировых историй, да, той же истории в Великобритании, есть Мэган, которая может это демонстрировать. Да, таких не любят. Да, на таких как будто изгоняют из общества. Но по сути есть та часть, которая все равно ими восхищается, хочет быть такими похожими на нее. И может быть где-то, ну, с точки зрения Великобритании ее как будто не принимают. Но я уверена, что весь мир восхищается ее красотой, ее смелостью, ее харизмой. Ну, потому что это действительно феномен. После ее артерской роли, я как раз смотрела, как она играла в форс-мажорах, после ее нарядов, таких достаточно откровенных, после ее поведения, достаточно яркого поведения. А сейчас как будто она еще и на это же вдохновляет своего мужа. И как будто и Великобритания против него немножко там разворачивает. Даже не немножко, да. Даже не немножко. Но это такой, знаете, выбор своей внутренней страсти. А вот смотри, у нас есть на одной чаше висок, условно, супруга принца Гарри Маган Маркл, которую мы сейчас обсуждаем, на другой, Кейт Миддлтон, супруга Уильяма. И она-то вот как раз соответствует абсолютно протоколу, ну вот на 100, а то и 300 процентов. Как думаешь, из-за этого у них не сложились отношения? Знаешь, с точки зрения психологии, опять скажу, мы так иначе живем в дуальном мире, понятно, что у них конфликт. Я бы рекомендовала, конечно, одной научиться у другой более яркому проявлению и расслаблению, а другой научиться хоть немного уважения системы. Да, то есть это такие как две сестры, но если там метафорично привести пример, это такие две сестры, одна тотально слушается родителей, но когда я тотально слушаюсь родителей, там нет роста. Самый большой рост происходит, когда я все равно люблю, уважаю, ценю родителей, ну то есть фигуры высшего порядка в данном контексте, да, там законы Великобритании, протокол, но все равно порядка 10 процентов приношу инновации. Другая тотально говорит, мне ваша система не нужна, я тотально приношу инновации. Что в одном, что в другом случае, ну это скорее ведет к негармоничному росту и к неэффективности. Вот если мы с точки зрения психологии разбираем, не забывайте, что у нас должно быть там порядка 90 процентов системы и базового протокола, мы должны адекватно оценивать, где мы. Ну мы как бы жена наследника престола, ну как бы надо себя вести, ну как минимум, там, я не знаю, этикет выучить, там правильно на публике появляться, потому что важно понимать, что ты за собой несешь фигуры высшего порядка, как мы говорим в расстановках, но все равно вносить инновации, потому что, опять же, метафорично, если бы запорожец продолжал быть запорожцем, мы бы сегодня не ездили на BMW и на Tesla. Да, по-любому, любая система должна трансформироваться и выходить в новое. То есть я бы, конечно, девушкам рекомендовала, я уж не знаю, как бы объединиться, чтобы первая, как бы скажем, старшая жена взяла базу, а новая все-таки вносила вот этого хаоса. В идеале это когда есть базовая структура и добавляется немного хаоса для инновации. Поэтому так. Смотри, у Меган Маркл же очень плохие отношения с отцом. Она, грубо говоря, от него чуть ли не отреклась. Это как-то влияет на то, что у нее сложились отношения с системой? Да, абсолютно. Смотрите, на самом деле, если мы посмотрим, что происходит, опять, с точки зрения расстановочного процесса, она бунтует не против протокола или Великобритании, она бунтует, по сути, против своих родителей. Она говорит, я не буду такой, как мои родители. Я не хочу быть такой, как папа. Мне не нравится мой папа, я не хочу быть. То есть, по сути, она идет наперекор ни королеве Великобритании, ни самой Великобритании. Она идет наперекор своему отцу. Ну и немного своего мужа подтягивает туда же. То есть, по сути, если бы я могла что-то порекомендовать действительно, я бы рекомендовала пойти в гармонию, любовь, ценность в отношении с отцом. Потому что, когда у нас отец за нашими плечами, он нас поддерживает, у нас реально есть высокие шансы добиться серьезных результатов. Не забываем, что у отца это деньги, успех, богатство, процветание. И если бы Меган помирилась со своим реальным папой, я бы представляю, какие там корни, я бы представляю, какая там энергия. И мы знаем, что сейчас даже есть информация, что там даже есть голубая та самая кровь, где как будто она тоже является частью королевской семьи. Да, ее отец потомок королей. Когда она это возьмет, она уже не будет вот в этом клане королевской семьи чувствовать себя гадким утенком, который хочет привлечь свое внимание. Ну, когда так активно мы проявляем свою гордыню, я бы сказала так, то есть там очень много гордыни. Я не такая, я круче, я лучше и прочее. Когда у нас там есть базовая неценность. Поэтому, когда я себя чувствую неценной в королевской семье, я буду делать все, чтобы эту ценность доказать. А когда я все-таки простраиваю отношения с папой, я начинаю на уровне нейронов чувствовать свою голубую кровь, а не доказывать, как я это люблю говорить, таким, знаешь, павлиним хвостом. То есть, по сути, сейчас она пытается доказать, что она лучшая. То есть она как будто так распушает павлиний хвост. Да, когда я это принимаю, что мне не надо распушать павлиний хвост, я и так имею такие красивые перья. Но для этого нужно поставить на место папу. Тогда, конечно, у нее простроится эта внутренняя элитность. Потому что, ну, вот таким поведением не хватает не наигранного протокола, а вот этого внутреннего. Знаете, я уважаю Меган за то, что она позволяет себя вести так, какой она есть. Да? Вести себя так, какая она на самом деле есть. Но здесь бы найти внутри себя эту элитную голубую кровь, чтобы она на самом деле стала изнутри, не извне, где надо себя так вести, а изнутри такой вот королевой. А вот знаешь, еще такой вопрос. У нее достаточно распространенная среди практически большинства жителей всего мира ситуация родственнички, которые не дают жить спокойно. Здесь отец дал интервью про него какое-то, там сестра что-то наговорила. Вот насколько это человеку мешает жить нормально и гармонично с собой? Как с этим? Если не получается выстрелить отношения, как с этим? Ну, как психолог и расстановщик постоянно с этим работать, да? Так или иначе, у нас есть близкий круг, от которого мы никуда не денемся, да? Это наш партнер, с точки зрения системы. На первом месте я, на втором месте партнер, наши дети, наши братья и сестры, соответственно, наши родители. Поэтому смотреть, почему так, почему про тебя плохо говорят твои же родители, почему они таким способом привлекают внимание. То есть, по сути, отец почему это делает? Ему не хватает того, что дочь ему благодарна за жизнь как минимум. И он любыми моментами пытается привлечь ее внимание. Знаешь, у нас родители почему болеют? Они боятся, чтобы привлечь наше правильное внимание. Да, так же и здесь отец себя ведет. Поэтому здесь однозначно задать себе вопрос, а почему мой папа пытается привлечь мое внимание? Скорее всего, ему его не хватает. Вот, поэтому налаживать, работать, уходить из гордыни. Потому что я царица, а вы идите все нафиг. Ну, как бы ты вспомни, откуда эта царица все-таки вышла, да? Вылезла даже, я бы так сказала. И все-таки ценность, уважение к родителям, к родовой системе. И там, на самом деле, появляется ценность. Истинная. Мы с тобой в прошлый раз говорили про принцессу Диану. Да. Вроде бы, ну, немного похожая история Мэдам Маркл. Как думаешь, почему Диана стала королевой людских сердец, а Мэган Маркл в то же время, не в то же время, точнее, да? Она живет в другое время, во времена соцсетей, технологий. Она одна из самых нелюбимых жителями Великобритании персон. Знаешь, у Дианы была такая история, я бы ее назвала мудростью, наверное, да? Она все-таки более долгое время прожила в королевской семье. И у Дианы, ну, опять, с точки зрения психотерапии, было более открытое сердце, то есть более простроенная внутренняя позиция по принятию мамы и папы, да? У нас сердце открывается тогда, когда мы папу и маму соединяем. Мэган пока еще слишком молода, пока не хватает этой мудрости и тотального принятия любви. То есть если вы посмотрите на энергетику, да, Диана все-таки была отдающая. Почему она была отдающая? Потому что она уже успела напитаться, то есть ей не нужно было никому доказывать ценность. У нее с ее ценностью внутренне было все в порядке. У Мэган все-таки пока она как будто немножко берущая. Она почему это все делает? Чтобы привлечь к себе внимание, чтобы ей сказали, какая она классная. То есть из-за вот этих детских травм, из-за того, что она пока еще не напиталась ценностью, из-за того, что пока на нее еще все-таки идет негатив, она еще хочет взять энергии. И пока она не научилась отдавать. Я думаю, что со временем она к этому придет обязательно. А у Дианы все же была история, где ее принимали, признавали, любили. Она была напитанной энергией, у нее там и с родителями более здоровая история у той же Дианы. И она все-таки была такой отдающей. Сколько было там историй, где она там и благотворительностью занималась, занималась иллюзией. Да, ну вот, знаешь, как энергетически хочется, чтобы мы почувствовали, что это больше для «я звезда». Вот знаешь, вообще благотворительность такая отдельная тема. Когда я этим занимаюсь «я звезда», я хочу взять даже из благотворительности, понимаешь? То есть я это делаю ради того, чтобы все узнали. А вот у Дианы, даже прям энергетически, посмотри на эти две фигуры, у нее как будто это было прям из сердца. Она такая прям дающая. Еще раз хочу сказать, что для того, чтобы мы научились отдавать реальное сердце, нам реально сначала нужно научиться брать и получить эту любовь. В базе мы эту любовь получаем от мамы и папы. То есть Меган нужно идти к родителям и прям понимать, что они любят ее, любят ее, любят ее. Когда мы напитываемся энергией родителям, мы действительно уже можем идти в миссию с открытым сердцем, где мы не боимся, что нас разрушат. Пока то, как они себя ведут, похоже на такую некую больше защиту. Ну, такие понты, да, и защиту. А Гарри почему так делает? Ну, знаешь, он же тоже как будто немного изгои семьи. Ну, вообще даже ходят слухи уже много лет, что он вообще сын конюха на самом деле. Да, да, да. Как раз таки он же тоже нашел женщину себе, где он вызвал специально бунт внутри. То есть там же изначальный союз был на том, где Гарри хотел доказать, что он, ну, условно, круче, он не будет слушаться родителей. Он изначально это сделал. Поэтому, ну, как бы они очень похожи. Почему? Потому что у него базовая была неценность, да. То есть ему, ну, ты как знаешь, у младших детей, у них всегда есть история, старшеньких больше любят, да. Ну, либо бывает наоборот, но у него здесь такая история. Я все равно не стану наследником. Меня тут все равно это, как бы, недолюбливают. У мамы сотворился. Да, тогда я сейчас вот, знаете, нельзя таких, а я возьму такую, да, которая там сексуальная, открытая, в фильмах снималась. Вообще вы ее не любите, а я ее все равно буду любить. И родители, ну, семья все равно пошла на уступки, взяла ее. Ну, вот, и они как бы, ну, нашли друг друга. И базовая история там неценности. Так или иначе, во всей этой семье базовая история неценности. Когда мы себя не ценим, мы любыми способами пытаемся привлечь к себе внимание. Любыми. И иногда мы не понимаем, что мы этим творим. Ну, порой не очень позитивные для нас вещи. То есть, с одной стороны, может быть, это харизматичность, яркость, открытость к чему-то и приведет. Но это случится только в том случае, когда я внутренне буду понимать, что я это делаю из внутренней ценности. Пока то, как я это вижу, это из внутренней неценности. И вот такой вопрос еще есть. В разности восприятия, опять-таки, Дианы и Гарри, мы просто с тобой уже говорили в одном из выпусков, почему люди и так хотят травы, почему нам больше нравится смотреть на всякие истории душераздирающие. У принцессы Дианы была довольно печальная история взаимоотношений с Чарльзом. Он ее не любил, он любил другую женщину, но это изначально знал. А Меган Маркл, любимый своим мужем, нет ни такой другой женщины, может еще поэтому быть такое, что вот Диану любил народ, сочувствовал, да, а в основном уже кто у нас самая сочувствующая женщина. А Меган за то, что она и красивая, и счастливая, и наглая такая, за это ее как раз они любят. Но опять же, тут есть такая история, знаешь, как вот в каждой из нас там есть часть, которая может сочувствовать Диане, а которая может завидовать Меган. И да, энергия разная, да, когда мы сочувствуем, мы как будто становимся больше и даем вниз. Сочувствовать всегда сложнее, а завидовать всегда, как бы, знаешь, так, это как будто нас снижает. Поэтому под каждой завистью есть история восхищения. И я бы на самом деле попыталась посмотреть, вот всем, кто смотрит, на это по-другому. Если вы завидуете Мегану и хотите ее уничтожить, поверьте, у вас точно такой же есть шанс найти себе какого-то классного принца и выйти за него. Потому что действительно, ну давайте так, мир становится более свободным, и мужчины сейчас любят настоящих ярких открытых женщин. У Дианы там как будто не было вариантов. А у Меган он всегда есть. И даже если вот, знаешь, так вот, если посмотреть, Меган бы не вышла замуж за мужа Дианы. Ну она просто козлодой, дитя, и, блин, я в какой-то в кино сниматься. И вот эта вот, знаешь, такая внутренняя свобода, она сейчас становится все популярнее и популярнее, потому что женщина выбирает всегда.